В региональном парламенте сегодня состоялась первая в 2020 году сессия. В этом созыве она стала 21 по счету. Столько же вопросов было вынесено на повестку дня. В частности, шла речь об ограничении продажи снюсов несовершеннолетним, которые были инициированы прокуратурой Нинецкого округа. Представление льгот на оплату услуг по обращению с ТКО отдельным категориям граждан. И подведены итоги работы регионального парламента за 2019 год. Ирина Никешина расскажет подробнее. В числе рассматриваемых вопросов законопроект, инициированный прокуратурой Нинецкого округа, об установлении на территории региона ограничения в сфере розничной продажи несовершеннолетним, электронных систем доставки никотина и жидкости для них, а также бестобачных никотиновых смесей. Речь идет об электронных сигаретах, жидкостях для вейпов и так называемых снюсах. Разработка проекта обусловлена стремительным ростом популярности среди подростков новых электронных систем доставки никотина, имитирующих процесс курения, а также бестобачных никотиновых смесей, конфет, жвачек. Мы хотим помочь нашему поколению, оградить их от влияния этих вредных веществ, потому что сигареты это плохой продукт для употребления, но тем не менее в сравнении с этими веществами в сигаретах гораздо меньше никотина содержится, чем в этих веществах. Там в десятки раз количество никотина перекрывает содержание, нежели в сигарете. Молодежь употребляет, никотин быстро встраивается в химические цепочки организма, он в том числе, по-моему, психоактивным веществом является. И ни к чему хорошему это не приводит. Поэтому решили ограничить эту продажу тем, чтобы наша молодежь это не употребляла. Согласно новому окружному закону, за продажу такой продукции несовершеннолетним предусмотрены административные штрафы. Их размер составит от 500 рублей до 1500 для граждан, от 3 до 5000 для должностных лиц и от 10 до 15 тысяч для юрлиц. За повторное нарушение размер штрафа будет увеличен в несколько раз. Как отметил вице-спикер Максим Арбузов, также сейчас обсуждается вопрос об ограничении употребления на территории учебных заведений энергетиков. Еще один вопрос повестки сессии касался внесения изменений в окружной закон о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории округа. Речь идет о компенсации расходов на оплату коммунальных услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. На реализацию изменений потребуются дополнительные средства из окружного бюджета в размере 11,5 миллионов рублей. Предусматривается 50% оплата вывоз бытовых отходов для таких категорий граждан, как ветераны, достигшие возраста женщины 50 лет, мужчины 55 лет и категории военных граждан. И вторая категория – это семьи, которые взяли под опеку детей. И с сегодняшнего дня данная категория будет пользоваться возможностью оплаты 50% этих коммунальных услуг. Также сегодня на сессии председатель регионального парламента Александр Лутовинов представил информацию о деятельности собрания за прошедший период, одним из ярких событий которого стали дни Нинецкого округа в Совете Федерации. Как отметил спикер окружного собрания, этому мероприятию предшествовала серьезная работа, которая нашла свое отражение в постановлении Совета Федерации, в котором определены задачи по государственной поддержке социально-экономического развития округа. Такие вопросы, как финансирование, это вертолетные площадки, это инфекционное отделение, это пристройка к окружной больнице, строительство хосписа, школа-интерната в Каратайке, это коррекционная школа в Наринмаре, это дно углубительной работы реки Печора, это модернизация нашего морпорта, это мост через реку Колова, это жилищное строительство других объектов. По словам Александра Лутовинова, работа по этим направлениям будет продолжена и в текущем году. У нас самая главная задача, как я уже говорил, это удержать ситуацию, сохранить социальную направленность нашего бюджета. Это то, что мы говорим, социальная политика в нашем регионе. Это вопросы здравоохранения, вопросы образования, вопросы дополнительных мер соцподдержки отдельных категорий граждан. Все граждане нашего региона. И эти задачи как стояли, так и будут стоять в центре внимания работы собрания депутатов округа. Особое внимание в работе регионального парламента будет уделено исполнению указов президента.